Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр сельского хозяйства Чуваши Сергей Геннадьевич Артамонов. Добрый вечер, Сергей Геннадьевич. Вечер добрый. Сергей Геннадьевич, прошлый год был очень неплохим для отрасли. Агропромышленный комплекс продемонстрировал заметный рост производства и стал одним из лидеров нашей экономики. Что можно сказать по итогам первого квартала? Сохранились ли эти тенденции? На самом деле, прошлый год был для отрасли агропромышленного комплекса очень удачным. Индекс производства сельхозпродукции по прошлому году у нас составил 7,9%. Это в ПФО второй результат. И индекс промышленного производства продуктов питания составил 109,5%. К счастью, по итогам первого квартала эти цифры сохраняются. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил по итогам первого квартала 112,3%. А индекс в Пищевке 116,3%. Это даже больше. Это даже больше. Теперь одна из основных задач – сохранить вот эти вот показатели. Мы понимаем, что чудо не произойдет, но все у нас на сегодняшний день, скажем так, есть. Есть кадры, есть сильные предприятия в Пищевке, есть организации сильные, есть сильные руководители. Думаю, что мы добьемся сохранения вот этих вот таких. Какие направления наиболее активно развиваются? Здесь все направления активно неплохо развиваются. То, что касается промышленного производства продуктов питания, все отрасли показатели показали прибавку. Увеличилось почти в два раза производство консервов. В 1,8 раза производство плодовачных консервов, производство хлеба, производство муки на чувашклепродукте, производство кондитерских изделий показали очень тоже неплохой достойный результат. Производство молочной продукции по всем направлениям, где сегодня рост. И по производству безалкогольных напитков, по производству пива и ликероводочных изделий. Сергей Геннадьевич, традиционно раньше мы были не слишком сильны в производстве мяса, то есть это все-таки был не самый такой основной наш профиль. Но сейчас вот в последнее время как-то цифры все выше и выше называются. По прошлому году мы произвели мясо на уровне 117 тысяч тонн. В этом году ставим задачу произвести 127 тысяч тонн мяса. Здесь, конечно, большой плюс, прибавку большую дал птицеводческий комплекс Юрма, которые перепрофилировались от производства яиц на производство мяса. Они выходят на полную производственную мощность, до 60 тысяч тонн в год. И основная доля, конечно, это птицевые фабрики. И кроме этого, очень большие надежды возлагаем на крестьянско-фермерские хозяйства. Хотя многие говорят, что будущего за крестьянско-фермерскими хозяйствами вроде нет. Надо развивать большие предприятия. Но одно другому не мешает. У нас республика, скажем так, земельные участки малоконтурные. То есть фермеры, они не мешают работать большим хозяйствами. Они тоже показывают большой, но такой достойный результат. Что касается поголовья крупного рогатого скота в целом, в республике сегодня 201 тысячи голов. Из них дойного, скажем так, коров 92 с половиной тысячи. Это, к сожалению, с небольшим снижением на полтора процента. Это частный сектор, как уже по всей России, везде. Вот второй год показывает снижение на полтора процента. Знаем причины. И в то же время увеличивают поголовье крупного рогатого скота, в том числе и дойных коров, сельхозпредприятия. 70% молока у нас сегодня надаивается в личных подсобных хозяйствах. И 30% мяса тоже производится в личных подсобных хозяйствах. И поэтому это направление для нас тоже важно. И мы постараемся сохранить все меры поддержки личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств для того, чтобы эти тенденции сохранить. Сегодня крестьянско-фермерские хозяйства уже обрабатывают 36 тысяч с половиной гектаров земли. Если буквально 10 лет назад их доля была в общей уручке 0,1%, то теперь их доля в общей уручке уже составляет 80,5%. То есть они продемонстрировали рост. Только за последние три года фермерами было создано 420 рабочих мест. Это очень немало. Кстати, здесь тоже нам нужно ответить момент. Впервые за 10 лет в первом квартале 2016 года доля работающего населения именно в сельском хозяйстве увеличилась почти на 2%. В целом по отрасли у нас работает сегодня 11,5 тысяч человек. Это в сельском хозяйстве, в производстве и в печевке примерно такое же количество. То, что крупных предприятий. У нас есть такие же крупные предприятия, чем мы можем сегодня похвастаться. И они считаются не только для нашего региона, но и для, скажем так, в целом по стране. Такие предприятия, допустим, как АКОНТ, которые ежегодно инвестируют около миллиарда рублей инвестиций в основное производство, создают дополнительные рабочие места. Параллельно они занялись теперь сельским хозяйством в районах. То есть от поля до прилавков мы называем свои торговые сети. Это тоже позволяет, кстати, у нас таких предприятий немало, тоже позволяет, скажем так, без посредников товар с поля довести до прилавков. Это сказывается и на цене, и благодаря этому. И на качестве, конечно. И здесь, что можно отметить, у нас предприятия, которые, перерабатывающие промышленности, они все выпускают качественный товар. Они также можно, как пример, привести букет Чуаши, который производят сегодня и пиво, и безалкогольные напитки. И ассортимент тоже очень широкий. Также работают и сами выращивают очмень, рожь, обрабатывают, вводят в оборот необрабатываемые земли. И тоже они начали реализовывать новый инвестиционный проект на 1,3 миллиарда рублей буквально, который позволит увеличить производство продукции, производимого нашим букетом Чуаши, пивозаводом, почти в два раза. Это поступление акцизов, это тоже дополнительные рабочие места. То есть у нас замечательный элеватор Чуаши Хлебопродукт, предприятие государственное, которое несколько лет подряд уже завоевывает, становится лучшей мельницей России. То есть там тоже работает около 400 человек. И очень хорошая динамика производит очень качественную муку. Они обеспечивают мукой абсолютно все хлебозаводы Чувашской Республики и соседних регионов тоже вот именно качественной мукой. Тут тоже можно чем погордиться. Также развиваются новые предприятия. Хотя вот, то есть глава республики в своем послании поставил перед нами задачу и в целом увеличить долю глубокой переработки молока, мяса, другой продукции на территории Чувашской Республики. Эта работа, она выполняется, да, может быть сразу большие такие заводы, конечно, не построишь, но сподвижки есть. Например, в Вербестинском районе строится сегодня новый молочный завод Новочурашево, который производит уже сливочное масло. Сегодня ставится оборудование по сушке молока. То есть также молочный завод, Ядрин молоко, также продолжает наращивать обороты на сегодняшний день. 150 тонн молока в день принимают. Стоит задача довести объема до 200 тонн. Тоже выпускает очень качественную продукцию, развивается дальше. Козловский молочный завод, то, что в молочной отрасли. Также заработал, наконец-то, Чебоксарский мясокомбинат после долгого такого застоя. На сегодняшний день там уже создано около 70 рабочих мест. И линии запущены, ассортимент расширяется. И будем надеяться, что в ближайшее время тоже они покажут. Но предприятий очень много. И очень большую лепту вносят предприятия Чувашпотребсоюза сегодня. Это хлебозаводы. И которые тоже достойно в районах обеспечивают население качественными, вкусными продуктами питания. То есть, есть чем похвастаться. Это направление мы максимально постараемся сделать все, чтобы, еще раз говорю, сохранить. Есть хлебозаводы замечательные. Хлебозавод номер первый. Только ежегодно тоже очень большие деньги вкладывают в инвестиции. Петровский хлебозавод. И очень качественные продукции сегодня одна из больших проблем, конечно, пока еще остается, как попасть в сети. Мы знаем, федеральные сети очень активно развиваются. С одной стороны, конечно, это плюс. Создают конкуренцию. Рабочие места вопросов нет. Но наша общая задача, чтобы на этих полках была продукция именно производителей Чувашской республики. Сергей Геннадьевич, посевная кампания в 2016 году, нынешняя посевная кампания практически завершена. Все ли намеченное удалось выполнить? И, может быть, что-то еще осталось? Какие работы еще остались? На сегодняшний день в этом году мы ставили задачу посеять около 218 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них 95% уже, скажем так, на сегодня посеяно. Это примерно 207 тысяч гектаров. Что касается... В прошлом году на это время было посеяно 195 тысяч гектаров. Что касается картофеля, по плану мы должны посадить картофель 9846 гектаров. На сегодняшний день посажено около 7,5 тысяч. Тоже активно работают. Хотя в прошлом году в целом по стране было перепроизводство картофеля. Но в этом году все равно многие хозяйства не смогли даже реализовать семенной картофель. Многие еще опасаются, что так же будет перепроизводство. Но в то же время картофель никогда не был убыточным. Одно из самых рентабельных культур. И сегодня нам просто надо научиться производить качественный картофель, правильно его упаковывать и правильно продавать. Это одна из основных проблем. Производить мы умеем. Надо научиться продавать. Сергей Геннадьевич, а вот все-таки в связи с перепроизводством картофеля, может быть, каких-то других культур, было ли перераспределение пассивных площадей? Может быть, от чего-то отказались, что-то наоборот увеличивали? Общая структура пассивных площадей, она остается такой же. Примерно 50% в структуре занимает у нас зерновые культуры, зернобобовые. Около 40% это кормовые. Около 6% это картофель. В этом году, с учетом того, что в последние годы нас мучает постоянно засуха, в некоторых районах переувлажнение, с учетом этого, конечно, хозяйство тоже немножко переориентируется, перепрофилируется на другие хозяйства. Увеличивается доля сахарной свеклы на территории республики. Также увеличивается, так как увеличивается поголовье, в то же время увеличивает площади кукурузы, площади рапса, горчицы из новых культур, площади льна. Эти производства считаются сегодня высокодоходными, рентабельными. И поэтому, конечно, в этом направлении тоже работа ведется. Увеличение технических культур примерно планируется в два раза. – В последнее время много говорится о том, что нужно возрождать хмелеводство, традиции, которые у нас были всегда сильны в Чувашии. Какие районы этим занимаются? – На сегодняшний день в основном занимаются… Давайте начнем немножко с другого. 90% хмеля сегодня производится на территории Чувашской республики. Но мы понимаем, в то же время это очень мало. Это всего 350-400 тонн хмеля. – А в прошлые годы в лучшее время надо скольких доходило, например? – По-моему, даже до 3-х до 5-ти тысяч в зависимости от года. И в целом Российская Федерация производит хмель, то есть не производит, потребляет хмель около 9-ти тысяч тонн. И все это… Вот мы говорим про импортозамещение, все это заводится, конечно… – То есть у нас перспективы великолепные. – На десятки миллиардов. Перспективы великолепные. И что нас радует, если нас раньше все время обвиняли, что мы не можем там производить, Европа, на то, что мы не можем производить качественный хмель, гнались все за альфа-кислотой, то сегодня наоборот. То есть пивзаводы все, которые вот, низовые пивзаводы, все хотят, просят именно такой хмель, который мы производим. Это ароматные сорта. И сегодня в целом на территории Чувашской Республики 380 гектаров хмеля. В прошлом году удалось увеличить площади на 38 гектаров. Но мы понимаем, что закладка хмеля… Время от закладки хмеля до получения первых шишек примерно проходит 3 года. Это трудоемкий, очень длительный процесс. Возродить непросто. Как уничтожить? Поэтому здесь поработать придется. Сегодня, если сказать несколько слов про форму поддержки хмеля, то затраты на закладку и уход за многолетними насаждениями, в том числе за хмелем, они компенсируются с бюджета. Единственное, сегодня мы работаем над тем, и глава республики, когда встречался с министром сельскохозяйства Российской Федерации. Одним из вопросов повестки дня как раз был вопрос создания программы, именно экономически значимой программы развития хмелеводства. В этом направлении будем работать, готовить программы. Сегодня важно компенсировать затраты не только на закладку и уход, а в то же время на покупку новой техники, сушилок, комбайнов и на закладку, конечно, на строительство хмеля-шпалер. Это тоже очень важно. Сегодня продать хмель проблем нет. Хмель стоит примерно 750 рублей. И Минсельхоз России призывает аграриях делать ставку не только на хмелеводство, но и на элитное семеноводство, племенное животноводство, садоводство, бортничество. То есть мы сейчас тоже заговорили о возрождении садов. Как обстоят дела у нас в Чувашии? Много ли фермеров работают, выбрали себе такие направления? Ну, про бортничество я не знаю. У нас это не актуально в нашем регионе. То есть у нас нет тайги, где там... Это когда у диких пчел мед собирается. У нас нет таких диких пчел, где можно... Ну, то есть не так много. И это у нас не развито, и перспективы здесь никакой. То, что касается развития племенного дела, конечно, мы понимаем развитие животноводства в целом. И вообще невозможно без развития племенного животноводства. И на сегодняшний день в республике действует около 27 племенных хозяйств. Если по направлению в молочном скотоводстве 17 хозяйств, в мясном скотоводстве 1, в коневодстве 1, в севиноводстве 7, в козеводстве 1 хозяйство, в рыбоводстве 1, в Порецком районе и в птицеводстве 3 хозяйства. И также у нас есть региональный информационно-селекционный центр, лаборатория селекционного контроля качества молока. Здесь, конечно, нам нужно работать над повышением и племенного поголовья. Задачи понимаем. И сегодня нам удалось достичь уровень, скажем так, долю племенных коров в хозяйствах до 28%. Это лучше, чем в среднем по ПФО, но есть к чему стремиться. То, что проэлитное семеноводство, доля элитных семян составляет в посевах сегодня около 15% научную норму. Чтобы семена всегда были нормальными, если семенами работать, это 13% составляет. Здесь мы, скажем так, выглядим неплохо, работа эта проводится, господдержка тоже осуществляется на закупку элитных семян. На какие еще формы поддержки могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители? О каких цифрах идет речь, допустим, по нынешнему году? Формы и программы, они остались те же. Все те программы, которые работали в прошлом году, они также работают. На сегодняшний день объем господдержки, в 2015 году объем господдержки, я напомню, был 2,8 млрд рублей. В этом году на сегодняшний день пока составляет 2,337,5 млрд рублей. Это очень немало, я хочу сказать. Основная доля, конечно, здесь наибольший объем господдержки приходится на возмещение процентов по кредитам. Это краткосрочные и долгосрочные инвестиционные кредиты. Кроме этого, на поддержку растеневодства в текущем году выделено 247 млн рублей. Это по гектарное финансирование. На поддержку животноводства около 200 млн рублей предусмотрено на сегодняшний день. И здесь такие виды поддержки, как на 1 литр реализованного товарного молока, больше 140 млн рублей. У нас сельхозтовропроизводители в этом году получат дополнительно за литр реализованного молока где-то вот 1,5 млрд. За качественное молоко, здесь надо подчеркнуть, на поддержку малых форм хозяйствования, выделенные в этом году, 79 млн рублей. Это на поддержку начинающих фермеров. Конкурсы все прошли по поддержке начинающих фермеров, там 35,6 млн рублей. И также прошли конкурсы на поддержку семейных животноводческих ферм. Около 32 млн рублей тоже в ближайшее время у нас наши фермеры получат. Из новых форм поддержки в этом году здесь можно впервые Чувашской республикой в этой программе участвовать. Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. На эти цели около 12 млн тоже выделены, конкурсы прошли. Тоже в ближайшее время эти деньги мы до сельхозтовропроизводителей доведем. И также на поддержку системы мелиорации в этом году предусмотрено в бюджете около 44 млн рублей. Сергей Геннадьевич, в общем, все неплохо, очень даже неплохо выглядит. А все-таки есть что-то, что тревожит вас как руководителя отрасли? На что, может быть, стоит обратить особое внимание? Особое внимание мы говорим про господдержку. А что такое господдержка? Чтобы господдержку получить, нужно выполнить определенные требования. И вообще доля, то есть объем господдержки сегодня зависит от количества реализованных проектов нами. Есть проекты, сегодня, скажем так, будут инвестиции. И с федерального бюджета, и с республиканского нет. Например, если фермер не берет или сельхозпредприятие кредита, соответственно, мы не сможем инвестировать проценты, то есть субсидировать проценты. Есть такие моменты. А на сегодняшний день, в целом, я считаю, что основные три проблемы республики. Это первое, это необрабатываемые земли, про которые мы говорим, позже на них остановимся. Потом это кадры, это второй вопрос. Сегодня очень, ну, любое хозяйство, вот одно из таких вот работающих хозяйств, сильное хозяйство, эту проблему ставит вот в первую очередь. И третья проблема, это, скажем так, нехватка денег. Многие предприятия перекредитованы. Своих денег, конечно, для того, чтобы развивать АПК, не хватает. Банки сегодня подходят очень аккуратно. Увеличивают, скажем так, дисконты, если раньше, то есть нет залоговой базы у наших хозяйств, не хватает и так далее. Очень много моментов. И, конечно, банки тоже, это же коммерческая структура, которая тоже страхуется. И в то же время есть проекты, которые сегодня вот тормозятся именно вот из-за этих моментов. Вот в целом, конечно, это для развития отрасли тормозит. Но мы будем надеяться, что в ближайшее время поэтапно эти вопросы тоже будут разрешаться. И мы с задачами мы справимся. Давайте к проблеме неиспользуемых земель сельхозназначения все-таки вернемся. Насколько, вернее, сколько земель из такой категории удалось вовлечь в оборот в этом году? Если мы не будем учитывать земли сельхозназначения, которые находятся в границах населенных пунктов, то таких земель сегодня около 97 тысяч гектаров. Это по данным муниципалитетов, которые возможно, то есть можно ввести все в оборот. В этом году стоит задача ввести все в оборот около 22 тысяч гектаров. Со всеми районами соглашения подписаны. Все муниципалитеты свои планы знают, это их цифры. Надеемся, что они не подведут и сами себя в первую очередь, и республику в целом. Но все в оборот, ввести землю непросто. То есть, если мы сегодня начнем обрабатывать, на некоторых землях мы их введем только через два года. То есть, в лучшем случае осенью под зимой или весной в следующем году. То есть, когда кустарниковой растительностью там зарастают поля, ввести очень сложно. И одной из основных проблем сегодня ввести все в оборот, это не отсутствие инвесторов. Инвесторов сегодня достаточно. Желающих посеять, посадить что-то тоже очень много. Сегодня мы не можем правильно оформить земельные участки и предоставить в аренду этим эффективным, скажем так, землепользователям. В 90-х годах, мы все знаем, мы раздали земельные участки, разделили на мелкие контуры, всем раздали. Доли каждому. И собрать это очень сложно. Вот одна из основных задач. Быстрее оформить невостребованные земельные доли. Это задача сельских муниципальных районов и поселений. И кроме этого, быстрее оформить эти земельные доли на поселения и предоставить в аренду, вот я повторюсь, сельхозтоваропроизводителям. И что делается на сегодняшний день? Чем это грозит, если это не делать, скажем так, да? Сегодня в каждом районе создан муниципальный земельный контроль. После проведения весеннеполевых работ, они будут выезжать в каждое поселение, это их обязанность, и оформлять эти земельные доли. Если земельные доли будут обрабатываться не по целевому назначению, то они предоставляют данные в налоговую инспекцию, и налоговая инспекция налоги на эти земельные участки увеличивает в пять раз. Я думаю, это тоже будет неким стимулом, мотивацией для того, чтобы быстрее отдать в аренду или продать свои земельные участки. Здесь нужно понимать, многие, вот как собака на сене, получается, сидят сегодня, и ни себе, ни людям. Если они сами обрабатывают, вопросов нет. Но если сами не могут, нужно быстрее отдавать. Никто же эту землю не увезет там в другую страну или на другую планету не унесет. Поэтому вот задача номер один. И следующий момент. Росельхознадзор, после того, как муниципальный земельный контроль предоставляет данные, они будут выезжать и штрафовать те сельские поселения. Если на физлицо, на главу сельского поселения штраф от 50 тысяч рублей, на юридическое лицо от 400 до 700 тысяч рублей. С учетом того, что у некоторых поселений денег нет, не хватает своих, так как нет сельхозпотреблений. Бюджета даже не хватит расплатиться со штрафом. Может очень сильно ударить по бюджету. Спасибо вам большое за такой обстоятельный разговор, за подробные ответы на наши вопросы. А я напомню, что сегодня на студии был министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Спасибо за внимание и всего доброго.